Всем привет! Сегодня у меня три приключенческих фильма. Настоящее развлекательное кино. То, что нужно для хорошего отдыха. Первый. Конго, 1995 год, США. Режиссер Фрэнк Маршалл в ролях Лора Линни, Дилан Уолш, Эрни Хадсон. Продолжительность 1 час 49 минут. Это фильм по одноименному роману Майкла Крайтона. Эмми – семилетняя горилла из региона Верунга в Конго. В детстве ее поймали и продали в университет, где приматолог Питер Эллиот занимается ее обучением и исследованием ее способностей. Он научил Эмми говорить с помощью языка жестов и технологий. Но у Эмми возникли проблемы. Ей снятся кошмары из ее прошлого. И она очень хочет вернуться в джунгли. Эллиот решает вернуть Эмми в Конго. И в этом ему собираются помочь филантроп Херкемер Хамолка, который преследует свои тайные цели. И Карен Рос, бывший агент ЦРУ, а теперь руководитель Тревелком корпорации, которой нужно найти таинственный бриллиант в Конго. В результате их ждут захватывающие приключения, и они найдут затерянный город Зиндж. Фильм снят в отличных пейзажах. Некоторые спецэффекты, может, и устаревшие, но, несмотря на это, получилось отличное приключение. И с чувством юмора, и атмосферой. То, что нужно для развлекательного кино. Во время Второй мировой войны в 1944 году два летчика-истребителя, американский пилот Хэнк Марлоу и японский пилот Гунпэй Икари, подбивают самолеты друг друга, и каждый десантируется на неизвестном острове в Тихом океане. После чего они продолжают борьбу друг с другом в рукопашную. Но вдруг появляется невероятных размеров обезьяна, которая прекращает их бой. В 1973 году агент правительства США Ранда и его коллега Хьюстон набирают команду профессиональных военных, чтобы отправиться на недавно обнаруженный таинственный остров под названием Остров Черепа, на котором, по предположениям, обитают разные доисторические и загадочные существа, а также есть много залежей полезных ископаемых. Но, конечно, на самом деле это все оказывается секретной операцией по поиску древних монстров для секретной организации «Монарх». В результате они столкнутся с Кинг-Конгом и ужасными монстрами. Теперь их задача превращается в две цели – выжить и спастись с этого острова. Фильм, захватывающий от начала до конца. Невероятные сражения, отличные спецэффекты. Одно сражение между Конгом и вертолетами чего стоит. Тут столько всего, что этот фильм захочется посмотреть еще не раз. Третий. Река смерти. 1989 год. США. Режиссер Стив Карвер. В ролях Майкл Дудиков, Роберт Вон, Дональд Плезенс. Продолжительность 1 час 41 минута. Этот фильм может показаться, особенно в начале, довольно-таки примитивным. Первый раз, когда я его включила, подумала, что это за ерунда, и выключила. Но потом как-то появилось у меня настроение, и я решила посмотреть его снова. И что самое интересное, он мне понравился. Такой легкий приключенческий фильм. Этот фильм по одноименному роману Алистера Маклина. Такое приключение в стиле Индиана Джонса. В конце Второй мировой войны страдающий манией величия нацистский доктор Монтейфель не собирается останавливать свои эксперименты по созданию смертельного вируса, с помощью которого можно уничтожить мир, и заключает договор с генералом Шпацем о бегстве в Южную Америку, где собирается продолжать свои безумные опыты. 20 лет спустя Джон Хэмилтон, проводник в джунглях и искатель приключений, соглашается отправиться с экспедицией в джунгли Амазонки, чтобы выяснить происхождение смертельной болезни, уничтожающей индейские племена. В результате все это превращается в поиск затерянного города, окруженного враждебными туземными племенами. Никому из участников экспедиции доверять нельзя. Каждый имеет свои тайные планы. Чтобы добраться туда, им придется столкнуться с пиратами, каннибалами и всякими внезапными нападениями. А вас ждет хорошее приключение с неожиданными поворотами сюжета. На сегодня все. Подписывайтесь ко мне на канал, смотрите мои видео и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok